ПЕСНЯ 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 От качиха с поварихой, с ватей бабой-баварихой, Не хотят его пустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, ну право! Подмигнув другим лукаво, повариха говорит. Вот что небезделка, ель в лесу, под елью белка, Белка песенки поет, и орешки все грызет. А орешки непростые, все старутки золотые. Ядра чистые зуброт, вот что чудом-то зовут. Чуду царь и салтан девица, а комар-то злится, злится. Испелся комар так раз, тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, отмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. Распоклятая ты, мошка, мы тебя! А он в окошко, да спокойно в свой удел через море полетел. Снова князь у моря ходит, в синее море глаз не сходит. Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день не нас? Отвечаешь за чью? Князь Гведон ей отвечает. Грусть тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Диво, право, не безделка. Это чудо знаю я, полна, князь, душа моя. Не печалься, рада службу, оказать тебе дружбу. С ободренной душой князь пошел себе домой. Лишь ступил на двор широкий. Что ж, под елкой у высокой, Видит белочка при всех золотой грызет один. Изумрудец вынимает, А скорлупку собирает, Кучки равные кладет И с присвисточкой поет. При честном, при всем народе, Во саду и в огороде. Изумился князь Гведон. Ну, спасибо! Молвил он. Ай да лебедь! Дай ей, Боже, Что и мне веселье тоже! Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом. Караул к нему приставил И притом дьяка поставил. Строгий счет о рекам весть, Князю прибыль белки честь.